Энтони Робинс. Разбуди в себе исполина. Книга рассказывает о наиболее эффективных стратегиях и конкретных приемах, пользуясь которыми каждый человек может взять под контроль свои чувства и эмоции, телесное здоровье, финансы, отношения с окружающими людьми. То есть обуздать все силы, играющие его жизнью и судьбой. Выражение признательности. Когда я размышляю над важностью этого проекта, то представляю какого-нибудь прославленного футбольного защитника, который бежит по полю с бешеной скоростью в последней четверти игры. Уверенно и без особых усилий прорывается сквозь толпу футболистов, сгрудившихся вокруг мяча, и сделав виртуозный великолепный 50-метровый удар, забивает победный гол. Болельщики подбадривают его приветственными криками, тренеры охвачены глубоким волнением, а сам защитник упивается моментом славы. Однако это произошло благодаря усилиям всей команды. Защитник в данный момент всего лишь герой публики. А в любой игре, в том числе и жизненной, участвует множество игроков, закулисных героев, также охваченных стремлением победить. Никто не помнит случая, чтобы я не нашел нужных слов. Но когда я начал излагать на бумаге чувства, которые испытываю ко многочисленным преданным и удивительно бескорыстным членам семейств, друзьям и помощникам, я растерялся. Весьма трудно установить какую-либо иерархию относительно значимости их вклада в данную работу, так как с самого начала она была действительно результатом усилий всей этой команды. Что касается моей жены, Бекки, моей матери и четверых моих детей, Ярика, Джоша, Джоли и Тайлера, то их любовь является главной моей поддержкой. Для меня нет ничего важнее. Я бесконечно благодарен моим помощникам Динни Тайтл и Карен Рич, этим двум неутомимым труженицам, которые остались верны убеждению, что своей работой мы вносим существенный вклад в общее дело. Когда требовалось, они просиживали ночи напролет, вдали от своих семей, сопровождали меня в поездках по стране, сохраняя бодрость духа и солидарность. Эта книга не была бы закончена без их беспримерных преданности. Я выражаю благодарность тем представителям и менеджерам, которые за дня в день трудились на своих местах, чтобы доставить меня в тот или иной город, в переполненные людьми помещения для семинаров, и моим помощникам из Personal Development Consultants, которые помогли мне доказать преимущество использования на семинарах видеокассет. Благодарю вас за ваше мужество и самоотверженность. А также благодарю Customer Service Representatives. ...потребителей предпринимать какие-либо действия и стремиться к дальнейшему росту. Я благодарен всей моей команде служащих из Robin Research International в Сан-Диего, которые провели сумасшедшие часы, помогая мне запустить мой метод мозгового штурма и доказать верность моих предположений. Моим партнерам и помощникам, особенно моим дорогим друзьям из Fortune Management за их трогательную веру в мою невероятную программу. Слушателям моих семинаров, которые многому меня научили. Особую благодарность я выражаю вам за участие в занятиях сертификации в 1991 году. За оказанную поддержку, когда я работал ночью напролет более двух недель, чтобы вовремя выпустить эту книгу. Благодарю Эрл Стрампл, чья любовь, дружба и круглосуточная самоотверженная работа по поиску и предоставлению необходимой материальной базы обеспечили мне возможность спокойно работать. Я бесконечно благодарен доктору Роберту Бейсу, моему близкому другу, чья мудрая и бескорыстная любовь могла мне преодолеть весь этот тернистый путь и чей вклад я всегда высоко ценю. Спасибо Вике Сен-Джордж, истинной жемчужине дружбы. Майклу Хатчинсону, постоянно стремящемуся к самосовершенствованию, я глубоко признателен за взаимопонимание. А также моему лучшему другу Майклу Кейсу. Спасибо, дружище, за юмор и смекалку, сочувствие и поддержку. А Алану, Линде и Джошу Хану за вдохновение и дружбу. Я предвижу, что у нас с вами будет насыщенное приключениями будущее. Благодарю команду Замка, особенно Терезу Леннон и Элизабет Калфи, хранительница этой цитадели мужчины, его очага. Спасибо моим добрым друзьям из Гатти Рэнкер Корпорэйшн, Грэгу Рэнкеру, Биллу Гатти, Лене Либерману, Джону Шульбергу и Джону Заходи, которые совместно со штатом служащих кассет продакшнс помогли мне распространить за последние два года свыше 7 миллионов аудиокассет с записями философии, разбудив себе исполина по всему миру. Спасибо тебе, Питер Гавер, за твои подбадривающие телефонные звонки и поддержку. Я глубоко ценю наши отношения. Кену и Мардж Бланшер, за свидание раз в три месяца со мной и Бекке. Вещание и непоколебимого уважения. Мартину и Джанет Шин, являющимися поистине образцом страсти, цельности и долга, вы были поистине светом для меня. Благодарю всех добровольцев Энтони Роббинс Фаундейшн, бездомных, заключенных, детей и стариков. Вы уже не останетесь прежними, потому что постоянно вносили свой самоотверженный вклад в общее дело. Роберту Чалдине, Стью Миттлману, Филу Маффетону, Полу Пилцеру и Джону Роббинсу. Ваш вклад в эту книгу окажет воздействие на качественный уровень многих людей. Великому мастеру Тэквондо Джун Хи, чья неизменная любовь, преданность и знания вдохновляют меня на большие свершения, мой низкий поклон. А также обслуживающему персоналу нашего убежища на Фидже в Нимейле и жителям соседних деревень Виваль и Нади. Своим живым примером вы научили меня новому отношению к жизни, как к благословенному дару и радости, пониманию того, что счастье является единственной целью, которой следует стремиться. Я снимаю шляпу перед Джан Миллер и ее компетентной командой и выражаю мою преданную любовь. Я благодарю еще раз Дика Снайдера, Боба Асахина и Сару Бейрис за их веру в меня. Гигантов, на чьих плечах я стою, учителей, которые в значительной степени способствовали формированию моей философии, стратегии и навыков, я с радостью приветствую в своей книге о власти над собой. И, наконец, я выражаю свою благодарность всем тем людям, которые стояли за кулисами моей деятельности и поддерживали меня, а именно Кэти Моллер, Сьюзи Гонсталис, Джоан Менк, Нэнси Минкес, Шарри Уилсон, Мэри Кент, Валери Феттс, Ли Лейджен, Дэйву Полчино, Черел Тарантино, Марку Ламу, Роберту Мотту за художественное оформление, а также ребятам из Франклин Тайп в Нью-Йорке. Для этих людей не было ничего невозможного. Всем ожидали чудес, и они приходили во время этой Одиссеи, и мы выросли и стали более сильными в процессе работы. Все вы исполены в моей судьбе. Посвящается той неукротимой энергии, которая дремлет в каждом из вас. Разбудите ее. А в основном моей жене Бекке за ее бескорыстную любовь и поддержку. Я люблю тебя, дорогая. Предисловие. Будучи главным психологом больницы Белэвю в Нью-Йорке, мне приходится видеть слишком много человеческих страданий не только психически больных пациентов, которых мы лечим, но также и нормального, здорового служебного персонала этого учреждения. Я наблюдаю подобного рода несчастья также среди сравнительно преуспевающих, активных людей, которых лечу, занимаясь частной практикой. Страдания и боль не являются неизбежными составляющими жизни, если люди берут под контроль свои убеждения, чувства и поступки с целью изменить свою жизнь. К сожалению, чаще всего они этого не делают. Они чего-то выжидают, затем пытаются переделать неудачный результат, а чаще всего берут на себя роль вечных плакальщиков, которые сетуют на свою горькую участь или изыскивают возможности обрести устойчивость с чьей-то помощью. Заставить людей осознать, что их жизнь является результатом собственной жизнедеятельности – далеко не легкая задача. В сущности, эта проблема всегда многогранна, и поэтому я постоянно изыскивал пути использования новых методов и технических приемов, которые можно было бы применить и в этой больнице, и в моей частной практике. Пять лет назад я впервые услыхал о работе Тони Робинса и посетил один из его семинаров в Нью-Йорке. Я предполагал, что проведу интересный вечер, но все же проницательное понимание Тони человеческого поведения и взаимоотношений людей было для меня неожиданностью. В тот вечер я узнал, что Тони разделяет мое убеждение в том, что каждый человек по своей сути может стать психически здоровым, управлять собой и жить полной жизнью. Вскоре после этого я посетил двухнедельные дипломированные курсы Тони и перенес большую часть того, что там узнал, на своих коллег и пациентов. Я назвал эти курсы основным жизненным тренингом. Потом я стал рекомендовать своим пациентам магнитофонные записи и его первую книгу «Книгу о власти над собой». И хотя некоторые из моих коллег обижаются или удивляются, когда я рекомендую им работы такого молодого человека, не имеющего известности в научных кругах, те, кто действительно читает или слушает Тони, соглашаются со мной. К тому же Тони обладает талантом передачи информации в доступной, интересной форме и своеобразным стилем, способствующим легкому усвоению его материала. В конце концов, мы с женой прошли курс «Свидание с судьбой», в котором содержатся многие концепции, из последней работы Тони, «Разбуди в себе исполина». Этот уикенд подсказал нам средства для изменения собственных ценностей, принципов и контроля над собой, что позволило в последние два года сделать нашу жизнь гораздо более насыщенной и результативной. Я смотрю на Тони, как на великого тренера в игре, называемой жизнью. Его точная интуиция, интеллект, страсть и чувство долга всегда приходят на помощь в нужный момент и вдохновляют к действию. Слушая эту аудиокнигу, чувствуешь себя как бы рядом с Тони и ведешь с ним захватывающую, увлекательную беседу. К ней хочется возвращаться снова и снова, как к руководству, к которому обращаются, когда жизнь подбрасывает тебе новую проблему или требует немедленных перемен. Она предлагает арсенал средств для долгосрочных изменений, равно как и уроки для обобщения жизненного опыта. В сущности, если многие люди послушают эту аудиокнигу и скрупулезно последуют приведенным в ней рекомендациям, то это может оставить меня и моих коллег без работы. Фредерик Кован Фредерик Кован